Увлечение, желание просто провести время, хобби, пристрастие – это все интернет-игры. А быть может, это зависимость? Так что же это такое на самом деле – коварный зверь или просто безобидный способ свободного времяпрепровождения? Чтобы ответить на столь обширный список вопросов, мы решили обратиться к самим игрокам, которые не прочь посидеть часок-другой перед монитором любимой игры. Как часто ты играешь в интернет-игры? Один раз в день. А, в день, в неделю. Ты думаешь, это вредно или можно играть часто? В зависимости, когда, когда. Неделю играю, максимум 4 дня. А подолгу в день ты играешь? Нет. А почему? Ну, иногда и родители, долго же запрещается. А только потому, что родители запрещают или ты считаешь, что это… Нет, иногда мне самому надоедает. А еще, может быть, это вредно? Ну, вредно для зрения. Казалось бы, ничего опасного и страшного в интернет-играх нет. И точно никакой зависимости они не приносят. Сидят себе вполне адекватные подростки, играют, общаются, смеются. Никаких признаков агрессии на лицо не видно. Но все ли категорию людей воспринимают виртуальные игры одинаково адекватно? Не наносят ли они вред детской неокрепшей психике? По мнению психолога, интернет-зависимости подвержены люди всех возрастов. И корень зла находится очень глубоко. Все начинается с детства. Отсутствие живого общения и семейного тепла – главная причина, по которой подростки все чаще уходят в себя. То есть много взрослых людей, зависимых от игр. Я таких людей знаю. Но подростки более уязвимы в том плане, что им нужно руководство в жизни пока что. И очень часто интернет-руководство для них гораздо важнее получается, чем руководство семьи, потому что интернет становится авторитетнее. Я сейчас страшную вещь сказала, но это правда. Интернет становится авторитетнее, чем семья. По мнению молодежи, малолетние дети к интернет-играм не должны иметь доступ. Для них должны быть предназначены совсем иные развлечения, которые будут способствовать их умственному развитию. А задача взрослых – контролировать своего ребенка и обращать внимание на то, чем он увлекается. Должны, если какие будут игры, ставить ограничения возраста. 18 плюс 16, там разные. Для детей он там плюс 6, там какие для детей игры, там что-то детское, что-то было полезно. Зачастую ответственность идет от родителей. То есть не дают того тепла или воспитания, которое требуется ребенку. Но можно ли проводить много времени в интернет-просторах взрослым людям? Подростки отвечают однозначно – нет. Взрослым тоже не стоит играть? Или можно? Ну, я бы не советовал. Стоит детям больше внимания уделять, чем к этим играм. Представители городской власти тоже не сторонники провождения времени в интернете. Они призывают молодежь уделять побольше времени спорту, собственному развитию и, конечно же, не забывать помогать родителям. Большинство у нас, наверное, в фейсбуках, одноклассниках, из утра до вечера. Это полная зависимость от этого. Это, как, скажем, зависимость от наркотиков, ничем не отличается. Пожелаю больше, чтобы занимались спортом, занимались, даже если в интернете, то занимались полезными делами. В интернете есть и полезные вещи, над которыми необходимо работать. Например, как сделать бизнес себе, как поправить здоровье свое, что нужно сделать для того, чтобы быть успешным в других местах. Все эти статьи есть в интернете. Хотелось бы призвать нашу молодежь вообще встать из-за компьютеров побольше спорта, побольше каких-то мероприятий увлекательных, побольше помогать родителям. Сейчас весна на дворе, куча работы в домах, во дворах. Побольше заниматься спортом, побольше увлекаться и шашки, шахматы, и куча спортивных игр. Компьютерные игры не приносят ни к чему хорошему. Да и вообще игры азартные, нет таких людей, которые выиграли бы и стали какими-то великими людьми. По мнению психолога, интернет-зависимости избежать можно. Бремя контроля лежит на взрослых. В семье должны строиться отношения, основанные на доверии и искренности. В детстве, в младшем школьном возрасте закладывающиеся позитивные доверительные отношения могут дать шансы избежать зависимости от интернета. Нужно быть очень внимательным к своему ребенку. В семье должно быть достаточное количество живого общения, живого, то есть без гаджетов, когда ни у папы, ни у мамы в руках, ни у ребенка нет телефона, планшета или компьютера. Живого общения, когда люди общаются друг с другом с глазу на глаз, верят и доверяют друг другу. Во избежание распространения информации о названиях опасных для психики жизни интернет-играх, мы не стали говорить о их наименованиях. О том, что по простору интернета распространяются несущие негатив игры, знают уже многие. Цель нашего видеоматериала – обратить внимание людей на живое общение, которого в наше время осталось очень мало.